здравствуйте дамы и господа у нас осталось с вами две небольших серии видео отчета по вот такому заданию и все таки я решил поберечь ваше время и немножечко ускорить и я даже думаю что учитывая что на ю тубе есть функции смотреть также в ускоренном режиме я думаю что стоит даже то что я ускорил еще немножко быстрее перемотать потому что в принципе тут на мой взгляд достаточно рутинная часть работы заключающиеся в бесконечном уточнении тональности бесконечном уточнение тональности но и немножко цветов но поскольку цвет у нас условные а сейчас конечно видеозапись а на этот момент немножко утрировала ну то есть конечно работа в реальной жизни не настолько желтая да сам позирующий нам человек не настолько розовый но тем не менее цвет достаточно условен и вот большая часть того что вы видите это я достаточно мелкой колонковой кисточкой уточняю 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 тональность и при этом не забываю размышлять и о формах тоже да то есть то что эта тональность она не сама по себе да она связана с форм это достаточно важный момент и я думаю что очень хорошо если как-то это согласовывать там с последовательностью там программы и так далее очень хорошо как бы возвращаясь назад а тем у кого этого не было то просто такое задание иметь это пописать конечно гряза или с гипсовых фигур и так видите что мы сейчас даже фон немножко еще пробуем почему фон сейчас мелкой кисточки но потому что рядом с фигурой то есть не значит что нужно фон писать мелкой кистью да как раз лучше этого не делать но вот рядом с фигурой уточнение рисунка да но естественно должно вам кисточка должна вам это позволять делать ну и вот обводка какая-то да она конечно потихонечку должна будет исчезнуть либо превратиться в соответствующее пятно соответствующее пятно то есть если там реально есть полоса какая-то в жизни то нужно его просто ее именно так как она есть постепенно и срисовать но в качестве недостатков конечно я думаю что если вы что-то будете отсюда брать то лучше эту фигуру конечно не копировать то что сейчас чем больше я смотрю на нее тем меньше она мне нравится и мне кажется она вообще состоит только из недостатков но во всяком случае я бы многое переделал в ней особенно это стопы да вот обратите внимание на опорной ноге вот пяточку нужно перенести как бы вперед по отношению к нам то есть вниз вниз и немножечко как бы вправо ну или переднюю часть стопы нужно сдвинуть назад скорее даже можно так сказать но вот немножко мы здесь тоже уточняем сейчас бедро до внимательнее ножны ножны до рука держит ножны от мяча там на кончике мех такой вот немножко смягчили мы здесь тональность но прошу прощения что за мной не очень хорошо видно ну вот у ножен появился кончик там да немножко там у ножен прописываются какие-то детали по поводу наложения музыки до ускоренных видео я пока еще не могу решить скажем хочу этого делать или нет потому что как справедливо сказал один наш зритель что музыки у меня много я могу музыку и дома у себя послушать вот поэтому не знаю не хотелось бы просто уж совсем уподобляться какому-то формату который вот скажем общепринят не ставлю такой задачи специально ну вот видите тут у нас такие средневековые трусы если мне не изменяет память называться они хотя наверное это более позднее средневековье но во всяком случае вот там тоже какие-то нюансы немножко помягче сделали и вот сейчас у нас немножко моменты связанные с головой уточняются в следующей серии у нас планируется как раз еще мелочи вот ухо появилось да в следующей серии как раз еще планируется мелочи какие-то ну и сейчас конечно стало очевидным что нужно если такие вещи записывать то все таки близко показывать отдельные детали как они выполняются да ну это видео оно практически год уже у нас лежит поэтому ну или по крайней мере больше чем полгода поэтому прошу прощения что так не догадался и снимал все целиком вот немножко у нас здесь тоже нюансы какие-то да то есть мы постепенно обращаем внимание на полутона более внимательно вот основной принцип до того что сейчас происходит происходит но там тень в принципе там достаточно эта вещь несложная да но другое дело что тень тоже она ведь имеет достаточно мягкий край особенно дальний про это нужно тоже не забывать ну вот у нас появился меч немножко по конкретнее да за последние секунды тоже в общем это довольно механическая часть работы там правда есть блик да на клинке принципе его можно тоже при желании взять немножко уточнился силуэт кисти до держащие ножны ну и вот немножко посветлее сделался фон в принципе стало лучше стало лучше немножко память по внимательнее светотень на плечах тоже там такое происходит интересно на вот здесь темный тонном в принципе выгоден другое дело что надо его чем-то обосновать может быть тем что тряпочка неоднородная немножко уточняется у нас туловище тоже на здесь поворотики помягче до светотень и и и и и и Немножко там у голени, конечно, широкая часть высоковато посажена Из-за этого голень выглядит неестественно Там аплодисменты, видимо, там сеанс закончился И спасибо, дамы и господа, за внимание Напоминаю, что есть у нас группа ВКонтакте, посвященная консультациям через интернет Можно пробовать какие-то ваши работы, даже присылать Ну, все это обсуждается, конечно, да И есть наша большая группа ВКонтакте, где много полезной информации Спасибо вам за внимание, всего доброго, до свидания